Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия. И мы снова поговорим об астрологии. После созерцания небес и богов, настроившись на высокие, высшие уровни, мы продолжим тему Урана в Тельце. Поговорим о политике, поговорим об истории. Посмотрим, конечно, на какие знаки зодиака Уран в Тельце подействует больше всего и каким образом. Разговор будет долгий. Давайте продолжим знакомство с планетой Уран и постараемся понять её. Уран – это седьмая от Солнца планета Солнечной системы. Она была открыта Гершелем 13 марта 1781 года. Гершель назвал планету Джорджиум Сидас, звезда Георга, в честь британского короля Георга III. Другие называли её, в принципе, изначально планетой Гершеля. А само имя Уран утвердилось лишь в 1850 году. Но вообще изначально Гершель принял Уран за комету. До этого открытия Уран принимали как звезду. Самая ранняя запись о звезде Уран была сделана в 1690 году, когда Джон Флеомистид каталогизировал её как 34-ю тельца. Уран в 14 раз больше Земли по массе и почти в 4 раза больше по размеру. Уран вращается вокруг своей оси с наклоном 99 градусов. Для сравнения, наклон оси Земли 23,5 градуса. Поэтому, если, допустим, Земля вращается как юла, то Уран как бы катится как шар боулинга. Ось вращения Урана находится практически в плоскости его орбиты вращения вокруг Солнца. И он как бы лежит на боку. А спутники Урана движутся практически точно в его экваториальной плоскости. То есть в плоскости перпендикулярной плоскости орбиты Урана. До 80-х годов было известно 5 спутников Урана. Это Ариэль, Умбриэль, Титания, Абертон и Миранда. На сегодняшний день известно 17 спутников. Если оборот Земли вокруг Солнца составляет 365 дней, то сидерический период обращения вокруг Солнца Урана 84 года. То есть мы потом будем смотреть вот эту цикличность и будем помнить вот эту цифру 84. Лето на Уране длится 42 года. В астрологии Уран это денская, нейтральная, тёплая, влажная планета. Связана со стихией воздуха. Уран не входит в число планет Септенера. Это первая из классических высших планет. С Урана начинается вот эта вот высшая октава. Ночная обитель Урана – Козерог. Дневная обитель – Водолей. Знак экзальтации – Скорпион. Графический символ Урана мы немножко разобрали. То есть мы видим здесь круг. По идее здесь должна быть точка. Просто мы упрощаем, пишем немножко проще. То есть круг с точкой и со стрелой вверх. Либо круг с крестом, увенчивающимся стрелой вверх. И на перекладине вот этого креста ещё находятся две направленные противоположно дуги. Давайте разбирать поочерёдно. Круг – это материя, которая ограничивает точку. Точка – это дух, это сознание, это высший разум. Можно представить себе, что дух сначала мал, а затем он растёт, познаёт себя, встаёт на путь, двигается к окружности, постепенно одухотворяя материю и проявляясь всё больше и больше. Стрела вверх – это космическое озарение, это прозрение. Крест – горизонтальная линия материи и бытие, то есть пребывание в материи. А вертикаль – это восхождение или нисхождение духовной энергии, духа. Вот эта вертикаль – это ось, суть происходящего, ось, вокруг которой всё крутится. Также это эталон и стандарт. Крест вообще сам по себе – это распятие. И это лестница, при помощи которой душа, божественная монада, вот та самая точка, которая выросла до размеров круга, она достигает по этой лестничке Бога, ну или как Иисус Христос через распятие, можно тоже провести аналогию. и когда происходит объединение позитивного и негативного, светлого и тёмного, высшего и низшего жизни и смерти, нравственности и пороков. То есть вот они, в общем-то, заповеди Христа. Дуги в стороны – это проявление потенциального духа. Эти две дуги, соединённые той горизонталью, это связь души с прошлым и будущим. Это и анализ, и синтез. Одна половинка души материальная, а вторая духовная. И они объединены крестом, телом. Согласно распределению вот этих символов, раскрывается природа влияния и урана. Круг находится под крестом, то есть это символ Земли. Дух представляется ограниченным материей. Крест является символом ограничения и связи в материи. То есть функция прозреть тут, на Земле, научиться принимать и транслировать божественные энергии. Вот об этом, собственно говоря, уран. То есть познаём себя и начинаем прислушиваться к пространству и правильно возвышаясь, транслировать информацию во внешнюю среду. В астрологии уран представляет принципы свободы, внезапности, выбора между добром и злом, революционных изменений, связи с высшим разумом. Понятно, это озарение, прозрение, переход на новый уровень сознания. Уран – это стрессы, уран – это провокации, революции, реформы, это новаторство, нововведение в обществе. Конечно, это перевороты, забастовки, это политические инциденты, войны. Вот это всё проходит под ураном. Ситуации урана – резкие скачки на бирже, внезапное крупное сокращение штатов на фирме. Уран – это оригинальность, это эпатаж, это проявление независимости, отстранённости, бунтарства, интерес ко всему новому. Уран даёт такую лёгкую возбудимость, нервозность, интуицию, хорошую интуицию, в сочетании с объективностью суждений. Это не Нептун. Уран даёт, конечно, и переменчивый характер, то есть то туда, то туда. Уран даёт внезапные страсти. А если мы смотрим астрометеорологию, то это гроза, землетрясения, смерчи и так далее. Под управлением урана находятся электроника, электричество, компьютеры, электроприборы, радио, коммуникации, коммуникационное оборудование в целом, а также научные и новаторские, скажем, изобретения. Посмотрите таблицу соответствий урана планам бытия в зависимости от уровня развития личности. Смотрите, на первом, самом низком уровне, это имеется в виду, что это самый низкий уровень проработки урана. Человечество или человек при внезапных и неожиданностях ведёт себя неосознанно, инстинктивно, примитивно. И человека сопровождают какие-то неожиданные перемены, погоды, поломки техники, какие-то радикальные перемены. Но на вот этом низком уровне уран никак не является средством или причиной озарений. Это скорее будет источник хаоса. Наблюдайте за собой и анализируйте. На втором уровне проработки урана постепенно начинается прислушивание хотя бы к приметам, к предчувствиям, начинают замечаться какие-то совпадения, начинают читаться числа и прочее. Пространство на самом-то деле буквально всё соткано из информации. Уран – информация. И мы можем её как символы читать, как знамения видеть. В конце концов, хотя бы уже читать информацию из снов. Тонко чувствующий человек с хорошей антенной улавливает все эти сигналы и легко предвидит будущее, если можно так сказать. Постоянно посылаются любому человеку знаки, символы. Благодаря им можно подготовиться к грядущим событиям. Можно быть в какой-то мере предупреждённым. На втором уровне уран воспринимается ещё как некие совпадения в большей мере. Материя на втором уровне ещё слишком груба. Не готов человек. Но он уже, по крайней мере, начинает читать астрологию хотя бы из жёлтой прессы. Уран – это астрология в первую очередь. На третьем уровне проработки урана человеку уже легко даются озарения, он прозревает такида суть, он нестандартно мыслит, образно, он считывает информацию, но ещё не управляет ею. Но он уже большой молодец. И, конечно, астрология здесь уже воспринимается с уважением. И в поле зрения человека попадают качественные прогнозы, качественные наставники. Жёлтая пресса, я же говорю, остаётся на втором уровне. Сильные, переворачивающие жизнь проявления урана уже воспринимаются гораздо более спокойно. И человек или человечество начинает просматривать в них смысл, задавать вопросы, в чём уроки. Разрушения здесь уже уранические не настолько болезненные. И скорее их воспринимают как указание нового направления и воспринимают уже с благодарностью. Это я всё подробно описываю, особенно для тех, кому сейчас около 42 лет. У кого сейчас оппозиция урана транзитного к урану натальному. Вот у вас как раз очень важно понимать, насколько уран проработан. На четвёртом уровне высшем проработке вот этого урана человечество или человек может спокойно сам предвидеть будущее, осознавать смысл, суть всего, может силой мысли. Уран ведь это же высший Меркурий, помните, да, конструктивно влиять на мир. Ему открывается мир символов спокойно. Только при осознанной и настойчивой проработке гармоничный уран даёт сильное защитное действие. Без проработки и достаточной самодисциплины, и контроля, и постоянного бдения, даже самый гармоничный уран даёт неожиданные неприятности. Это для того, чтобы человек не полагался слепо на удачу. Помните, как в сказках герой, который, ну вот он получил какое-то возвышение, достиг цели, расслабляется, теряет бдительность и вдруг теряет своего волшебного помощника. Так, например, Алладин лишается волшебной лампы, Мартынка лишается кольца, и они оказываются снова там, с чего начинали. Поэтому это в тему о том, что не надо расслабляться, а продолжать работать над собой и, конечно же, соблюдать технику безопасности. На высоком уровне уран одаривает необычайнейшей энергией, идеями, проектами, причём один фантастичнее другого. Это уникально всё, это жизнь совершенно в другом вообще на самом деле измерении. И это прекрасно. При хорошем уране человек сначала, в начале пути, скажем, он удивляется своим озарением, а затем начинает осознавать их, начинает уважать. И в какой-то момент, конечно, он становится человеком не от мира сего, и постепенно он начинает сам транслировать в пространство символы и откровения. И это уже будет уровень служения божественного такого. Это совершенно другая плоскость бытия вообще. Поражённый уран может означать тяжёлый рок. Время от времени человека будут постигать то полное крушение, то изоляция от внешней жизни, по меньшей мере, крушение картины, представления о мире. В принципе, высшие планеты у среднестатистических людей могут и не включаться в таком ярко выраженном виде. Но фоновые проявления поражённого урана они всё равно будут. Они, конечно, будут не настолько трагические. Это скорее какие-то мелкие, внезапные разочарования, неудачи. Может быть, не срастётся какой-то незначительный проект. Может быть, внезапное попадание под грозу. То есть что-то такое незначительное. На всём этом, конечно, можно учиться. Причём учиться конкретно успешной жизни. Нужно сопоставлять многочисленные знаки из пространства и сопоставлять вообще события. Для этого, конечно, астрология – наилучший ключ. В астромедицине поражения урана проявляются в вегетоневрозах, инсультах, сосудистых расстройствах. Конечно, с ним связаны всевозможные травмы, переломы, разрывы тканей, нервные психические заболевания, нервный тик, как разрастание ткани, нарушение координации движений и экзема. Болезни, связанные с ураном, проявляются резко, но настолько неординарно, что зачастую плохо или совсем не диагностируются, не лечатся и, скорее всего, переходят в хроническую форму. А теперь давайте посмотрим, что происходило в истории, когда уран совершал ингрессию в знак Тельца. И тогда мы сможем понять, что же нас ожидает в ближайшие годы. постараемся найти в предыдущих сюжетах какие-то ниточки и понять, что же нам придет Макош с речей и не с речей, с долей и не долей. Давайте начнем как раз с момента официального открытия Урана. В таком случае первый раз мы видим уран в Тельце с 22 мая 1683 года до 28 апреля 1691 года. Это довольно-таки интересный как раз период в жизни человечества и печальный в том числе. Это конец 17-го столетия. Вот оно как раз проходит под ураном в Тельце. Вспоминайте, что там было. Священная лига, если помните, как раз в 1684 году она была основана папой Иннокентием. Иннокентием и она состояла из Священной Римской империи Венецианской республики, Речи Посполитой. Позднее к ней присоединяется Русское царство, часть его. Для чего? Для противостояния с Османской империей в Великой Турецкой войне и прекратил он свое существование с заключением Карловицкого мира в 1699 году. Но смотрите, 1686 год, май, Россия и Польша заключают так называемый вечный мир. Тут идет речь не о всей России, это имеется в виду Московия, которая. Речь Посполитая подтверждает суверенитет ее. Отдается левобережная Украина с Киевом. И тут Россия вступает в войну с Крымским ханством вместе с этой вот Польшей. И вот 1687 год Крымский поход русских войск под командованием Галицина. 1689 год это вот этот Карловицкий конгресс для заключения мира между членами вот этой Священной Лиги и Османской империи. 1689 год это Нерчинский договор с Китаем, где Россия оставляет часть территории севернее Амура. Граница тогда устанавливается по Аргоне и Горбице и устанавливаются какие-никакие дипломатические торговые отношения. То есть это в официальной истории то, что мы видим. Ну конечно вы понимаете, что нужно смотреть немножко шире. До 1700 года в Северном полушарии существовала скажем конфедерация из семи царств, которые управлялись асами. Это была истинная демократическая духовная единение. Но и это идеальное существовавшее миропонимание, бытие, оно постепенно деградировало, разлагалось и постепенно появлялись те, кто хотел передавать власть уже не демократически, а по наследству вместе с власть вместе с богатством по наследству передавать. Постепенно росло пресыщение, жадность, конечно же страх быть наказанными. И вот это все объединяло тех, кто был против демократии объединяло их в Антанту. Силы противников вот этой силы Антанты создали свою империю римскую и как раз к концу 17-го столетия костры инквизиции борьбы с неподчинившимися уже пылали вовсю. И это был конец эпохи Возрождения. Из вет мы знаем, что мы пятая цивилизация. И вот та демократическая античная она как раз и погибла на рубеже 17-го 18-го веков. Это война и передел. в результате которого вот та митрополия очень сильно ослабла. Некоторые, конечно, очаги Антов были погашены, но не все. появились ведические демократические великие моголы, появилась Тартария, появилась Османская империя, появился Тамерлан. но и эти империи со временем деградировали и я так понимаю, что как раз это произошло, вот следующая деградация произошла на одном из следующих уранов в Тельце. то есть смотрите, вот к концу 17 века, то есть когда уран пришел к Тельцу, вот там происходит вот этот мощный передел, борьба за ресурсы, кстати, в том числе ресурсы и человеческие, и финансовые, и земельные. И смотрите, и передел власти, ну передел власти, да. Второй приход уранов в Тельца был 3 мая 1767 года и длился он до апреля 1775 года. Как раз к этому времени приходится правление Екатерины Второй, там же мы видим упразднение Гетьманского управления на Украине, так называемый. Помним знаменитые наказы Екатерины Второй, помним Варшавский договор между Россией и Речью Посполитой о Союзе и гарантиях. И пока в этот раз уран был в Тельце, шла так называемая русско-турецкая война. Именно тогда происходил вот такой раздел Польши. Пруссия получила по морю часть Великой Польши, Австрия Галиции, Россия была присоединена часть белорусских украинских земель, то есть правый берег западной Двины и Восточная Белоруссия, Полоцк, Витебск, Могилев. 1773 год, сентябрь, напомню, начало восстания Емельяна Пугачева Петра Третьего. Вспоминайте, что там происходило. Тут Московия с Екатериной Второй вынуждена была вести борьбу с ведическими тартарией и так называемыми турками. То есть вот эта Османская империя, она, ну я позже про неё ещё скажу. 1775 год, январь, казнь Емельяна Пугачева в Москве не получилась. А в ноябре происходит губернская реформа, перестройка органов власти, управления и суда и деление России, но это уже новая будет Россия, это уже не только Московия, на 51 губернию. И кстати, в это же время идёт мощная война в Северной Америке. То есть опять мы видим, да, конкретный передел перестановка в кадрах, скажем так. И много завуалировано официальной истории. Нужно искать зёрна правду. Третий приход урана в Тельца был в июле 1850 года и продолжался до марта 1959 года. Тут вообще много всего происходило. напомню, 1850 год это крестьянская война, так называемая крестьянская война в Китае. То есть опять же поднималось восстание низших каст против завоевателей и скажем высших каста. В 1951 году государственный переворот во Франции Луи Наполеон Бонапарт отдаёт приказ на арест оппозиционеров, распускает национальное собрание. В 1953 году Турция объявляет войну России. Потом у нас в 1954 году Крымская война. Англия и Франция воюют с Россией. И напомню вот этот Венский союзный договор. В 1956 году начинаются реформы в России Александром Вторым уже. Там же 1957-58 год восстания Сипаи в Индии. 1959-й год золотая лихорадка в Колорадо. В принципе, как раз к Тельцу она может быть созвучна. И опять же, много договоров, много переделов и глобальных таких мощных войн. Так, четвертый раз Уран приходит в Тельца в 1934 году. Это мы уже можем очень хорошо помнить. И уходит в мае 1942 года. То есть, как раз после этого уже и освобождается Ленинград, и Телинград, и вот туда. Но что было до этого? 1934 год, напомню, в январе так называемый компромисс это 17-й съезд партии 26-го января 1934 года. Компромисс Сталина с оппозиционерами. И там в новый совет, новый секретариат входят Сталин, Каганович, Жданов, Киров. Вот состав политбюро там Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Орженикидзе, Куйбышев, Киров и так далее. Что мы там еще можем отметить? То есть 1934 год, убийство в Ленинграде потом вот этого Кирова, ну не важно как это уже происходило, но факт в том, что оно становится сигналом к применению чрезвычайных мер и террора по отношению к большевикам. В 1934 году в декабре получается у нас арестовывают Каменева и Зиновьева. Ажданов тогда приходит на место Зиновьева. 1935 год март правда сообщает о назначении Хрущева первым секретарем московской партийной организации. И там же в марте СССР продает свою долю в китайской длинневосточной железной дороге на территории Маньчжурии. Но опять же понимаете, то есть вот когда был тот предыдущий передел при Александре, да, то есть вроде бы как бы Россия Московия получила при переделе некие территории, но потом она все равно их как раз на этом уране лишается, скажем так. Ноябрь 1935 года вот эти стахановцы, да, и вот эта знаменитая фраза Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселей», то есть на фоне других событий. В 1936 году мы помним мощный такой доклад Молотова, когда он снова приводит цитаты из книги Гитлера «Майнкампф», где Россия названа землей, предназначенной для завоевания Германии. То есть все так откровенно происходит. Ежовщина 1936 год, то есть так вкратце, там же вот в ноябре 1936 года Германия и Япония заключают антикоминтерновский пакт против Советского Союза. Дальше мы видим в декабре вот этого 1936 года Конституция СССР принимается и тогда вот был объявлен Верховный Совет, который двухпалатный парламент как высший орган власти. В январе 1937 года вот тут Троцкий бежит в Мексику, то есть это уже был такой конкретный знак следом в феврале исключают из партии Бухарина и Рыкова. Потом много всего, да. В 1938 году Хрущев наш становится первым секретарем компартии Украины. там же буквально сразу Калинин утверждается на посту государства. Там же ну хорошо в ноябре да начинается столкновение советских и японских войск. То есть такое нарастание вот этих событий. в сентябре 1938 года там вот этот мюнхенский договор идет там где Британия, Германия, Франция, Италия. все вот это происходит там. 1939 год май японские войска вторгаются на монгольскую территорию на Халкинголе. В августе 1938 года в Москве Молотов и Риббентроп подписывают пакт о ненападении. И мы помним там были же вот эти секретные протоколы по которым то что происходил в раздел Польши, Финляндии и так далее. Но смотрите 1939 год 1 сентября Германия вторгается в Польшу. И в общем-то как бы это считается началом Второй мировой войны. 3 сентября то есть буквально через два дня Англия и Франция объявляют войну Германии. 17 сентября советские войска оккупировали восточные области Польши. То есть это вот те которые вот это западная Украина западная Беларусь. потом в ноябре уже мы помним 30 ноября советские войска переходят к границу Финляндии. За что в декабре 14 декабря Советский Союз исключается из Лиги наций за нападение на вот эту Финляндию. И война с Финляндией заканчивается 3 декабря 40 года. Финляндия подписывает мирный договор с Советским Союзом и так у нас оказывается Карельский перешейк и побережье Ладожского озера. В 41 году 3 апреля Сталин заключает от имени СССР пакт о нейтралитете с Японией. 5 мая начальник разведывательного управления Генштаба Красной Армии Голиков передает Сталину что немецкие войска группируют свои силы на востоке юго-востоке и явно уже здесь понятно что война не неизбежна будет и 22 июня план Барбаросса вступает в силу в действие немецкие войска выторгаются в пределы СССР и Вторая мировая война уже идет конкретно Венгрия через 5 дней объявляет войну СССР тоже Сталин выступает по радиус с обращением к народу братья и сестры помните этот призыв мощный и он кстати дважды называет войну отечественной то есть это важно для советского понимания что происходит 15 июля принимают в Германии генеральный план ОСТ по управлению оккупированными территориями СССР ну и вот так вот все это дело продолжается и мы видим что все это происходит под ураном в Тельце и только когда уран начинает выходить из Тельца вот тогда как раз происходит вот эта Сталинградская битва и освобождение Ленинграда то есть пока уран был в Тельце вот эти все сначала относительно тайные военные действия а затем уже такие более ярко проявленные это все было смотрите 15 мая 2018 года уран в пятый раз приходит в Тельца в знак Тельца и пробудет он здесь до 26 апреля 2026 года то есть смотрите мы реально увидели революционные перевороты увидели конкретные переделы мира на уране в Тельце уран в Тельце на низком уровне дает анархистко-революционное восстание против устоявшегося строя форма меняется меняется и система ценностей проработанный уран вообще если бы он был да он давал бы Тельцу возможность гармонично создавать оригинальные формы то есть вспомните как вдруг перестали существовать научные вот те все выставки да поэтому мы получили вот того четвертого урана в Тельце уран явно вносит коррективы в финансовые отношения это реформы в экономике это рост всего нового в принципе при уране в Тельце нужно искать новые методы обогащения и желательно духовные если бы не то мега духовное обращение стали на братья и сестры не было бы победы понимаете давайте посмотрим карту на момент вхождения урана в знак Тельца 15 мая 2018 года и попробуем спрогнозировать какой сюжет какая мистерия будет урана в этом положении в этот раз во-первых это новолуние то есть луна и солнце вместе в Тельце уран в квадрате к Марсу это уже много восклицательных знаков и плутон в соединении с лилит и кстати помните что в конце 2018 года лунные узлы будут на самой кармической родовой оси рак козерог то есть тема в ту сторону думайте солнце президент дети и луна народ в соединении в седьмом доме то есть ориентация на партнеров но каких в принципе в Тельце неплохо солнце управитель МС луна в Тельце боится перемен хочет хочет тепла заботы хочет материальной ощутимой поддержки подтверждения спокойствия этого искушения светило уран меркурий в Тельце в принципе козероги девы и Тельцы при условии дисциплины саморазвития у вас все будет хорошо особенно для тех кто занимается землей недвижимостью и минералами меркурий связь пресса пути сообщения преподавателей школ медицина студенты торговцы они все тут же рядышком но Венера богема искусства мода и система ценностей находится в восьмом доме восьмой дом это трансформация система ценностей в доме трансформации и вот это все еще и ко всему прочему зависит от чужих финансов то есть это читается короче мистерия конкретно Марс армия милиция спортсмены в третьем доме в козероге кстати очень символично Марс находится в мидпойнте между кету прошлым южным узлом и Плутоном с Лилит нашу силу бы в нужное русло я тут недавно говорила война с сестрами продолжается к сожалению политические информационные битвы продолжаются и если мы не учтем уроки прошлых цивилизаций то ядерная опасность очень даже реальна квадрат уран Марс ровно 90 градусов смотрите то есть энергии дается очень много но она вся такая напряженная сверх импульсивная кстати нехорошо для авиаперелетов это уже указание про самолеты да и про ракеты очень важно научиться контролировать свой гнев и направлять энергию в творческое созидательное русло несчастные случаи с электроприборами вплоть до смертельных особенно вот учитывая что Плутон с Лилит там рядышком да Марс в Мидпойнте между Кету и Плутоном ядерные все дела как бы мы тоже учитываем а если уже мы говорим про квадратуру к Урану то возможно это будет связано и с электростанциями в том числе квадрат Марс Уран это революции причем революции как и в прошлом прокидывающие существующий порядок далеко назад и кстати я еще вот что не сказала светило то у нас в соединении со звездой Алголь Алголь это 26 бета Персея она же глаз медузы горгоны или дьявол да она связана с Сатурном с Лилиц с Нептуном она дает совращение с истинного пути и на пути человечества она становится чаще всего зловещей приметой она часто дает мании и обольщение Перун Юпитер законодательная власть юриспруденция левое политическое крыло и высший преподавательский состав в том числе ученые в первом доме в Скорпионе Юпитер в Скорпионе борьба напор бескомпромиссность и наказание конечно же и трансформации то есть опять же это вкус восьмого дома и Плутона и Скорпиона это вот один и тот же привкус Сатурн исполнительная власть чиновники правое политическое крыло пожилое население земельные жилищные ресурсы в третьем доме в Козероге ну в принципе Сатурн в Козероге то он силен но он ретроградный посмотрите то есть это уроки из прошлого и будет подниматься конкретно карма уран ну вот революции телевидение метеорология метеорологические вот эти все то потопы то землетрясения то еще что-то и космос в первых градусах Тельца на границе шестого седьмого домов да уроки через партнеров через здоровье да через нетрадиционные связи партнеры если уже на то пошло какие-то эксцентричные будут но все же это как бы чуть-чуть позже в начале эта тема все-таки здоровье которое прозвучит конкретно Марс бьет вот этого урана в доме здоровья Нептун религия бактериальное и химическое оружие в рыбах тайно действует и в пятом доме пятый дом это дом детей прививки отравления берегите своих детей это важно раху на переходе из девятого в десятый дом снова и снова я буду говорить о теме духовности и ответственности по астрометеорологии я ее не могут быть конкретные климатические перемены давайте посмотрим лучше как подействует положение урана в тельце на другие знаки зодиака смотрите сейчас мы посмотрим какие аспекты уран будет образовывать к знакам зодиака а вы смотрите что у вас там находится какие куспиды каких домов какие планеты находятся в тех или иных знаках соединение урана с теми домами куспид которых в тельце с теми планетами которые в тельце либо это прозрение и выход на новый уровень либо это самообман нежелание видеть реальность в областях связанных с вот этой аспектированной планетой или домом секстиль урана к планете или дому куспид которого находится в раке или рыбах духовный душевный рост интуиция творчество квадратура урана к планете или домам куспиды которых во льве и водолей даст энергию но принять ее будет сложно но нужно трин урана к деве и козерогу то есть к планетам которые находятся в деве или козерогу или в козероге к куспидам домов или домам которые содержат эти знаки счастье выигрыш благодаря творческим усилиям благодаря умению быстро настраиваться на знаки урана благодаря использованию интуиции и духовности конечно же позиция урана трудности чаще всего разрушения но это при условии нежелания проявить свою силу воли это противоборство и если вы не колосс на глиняных ногах то все хорошо квиканс это аспект который указывает на то что пришло время действовать по той или иной теме аспект указывающий на то что ситуация назрела то есть вопрос по какой-то теме поднимался и причем не раз и теперь уже нужно решать его смотрите каким домам и планетам уран и стельца образовывает вот эти 150 градусов анализируйте думайте еще раз посмотрите первую часть видео тема урана в тельце ссылку я внизу дам будьте синхронны божественному плану помните о том что пришло время пробуждения пришло время любви ответственного и духовного созидания подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите в фейсбук в личку задавайте вопросы будем искать предназначения будем искать таланты будем стараться разобраться в сюжетах будьте умничками с любовью и верой в вас ваша Настя